Как-то раз на одном прекрасном сервере, Растория Йоу Мэйм, я встретил одну загадочную деревню. И судя по тому, что на них постоянно кто-то нападал, им явно нужна была моя помощь. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы попали на историю о том, как я стал лидером деревни новичков. А всё начиналось с того, что я зашёл на сервер и встретил какого-то бомжика. И мне сразу же захотелось с ним познакомиться, ведь мы могли стать хорошими тиммейтами. Не смейте, я хороший парень, мы можем играть вместе, если хотите. Не успел я к нему подбежать, на него напал мой пёс по кличке Шарик. А после того, как он убежал от Шарика, мы с ним фармили вместе дерево. Это было весело. И вот казалось бы, он дружелюбный парень, мы с ним фармим ресурсы вместе и готовы построить домик. Но он скрафтил копьё и попытался меня убить. You're not my friend. Я забрал его копьё, повалил и решил его всё-таки поднять и простить, ведь он, может быть, совершил ошибку. Но всё же я решил проверить его на честность и скинул ему снова копьё. Окей, бро, я офигею. Два минуты. Попробуй меня? Ты чё, думал, я тебя не прочитал, я тебя ещё с самого старта прочитал, что ты ненормальный. После я бегал по карте, фармил различные ресурсы и искал новые знакомства и наткнулся на одного интересного бомжика. Привет! 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 Ты solo играл? Да. Я дружелюбный парень сейчас и я не имею в виду. О, черт. Я могу помочь тебе, у меня много часов в этом гайке. О, ты уверен? Я... Мы можем играть вместе, я не плохой человек, знаешь? У меня дружелюбный парень сейчас, поэтому мы можем сделать новую базу. и тут началось наше с ним путешествие путешествие к центру карты но по пути нас постоянно пытался кто-то убить и мне приходилось с ним разбираться но убежать с этим лутом нам далеко не получилось потому что нас убил руб кемпер но к счастью эта история только начинается мы снова встретились с этим пареньком и услышали как неподалеку от нас рейдит оу ватт голых 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 галукат без рейд галукат без рейд я понимал что шансов утащить оттуда что-то у нас немного но попытаться что-нибудь и никнуть я был просто обязан какой-то рейд большой походу намечается может кто-то умрет и я смогу что-нибудь юник а даже так нет небольшой рейд five guys are you sure на сколько бомжар здесь простых вай и килдный кет короче нужен лук я быстренько нафармил дерево скрафтил себе лук и был готов отвоевывать этот домик мне кажется вот эти типы пришли на дэв этой хаты я не уверен хорош минус один здесь я просто нашел горы трупов и я не знал что отсюда лутать потому что мне нужно было все мне приходилось отбиваться от бомжар и попутно искать какое-нибудь оружие которое валялось в воде и как только я налутал то что я хотел я начал план отхода ведь там оставаться было очень опасно по мне начали стрелять из дома и мне не оставалось ничего кроме как просто загородиться стенками а еще здесь было довольно неплохое место чтобы отстроить свою первую кибитку к сожалению ребята которые рейдили видели где мы строимся поэтому они мешали мне и стреляли по стенке но я все равно успел застроиться этот иностранец был неопытным растером у него всего было 200 часов и мне пришлось его обучать и как вы думаете кто же это пришел под дом это был тот самый парень у которого я забрал базуку они уже чекали мой домик ну а после того как все паду тихо я побежал долутывать остатки в том заряженном домике что страх потерял мне бы киянку и все мне больше ничего не надо кияночку мне я бы лестницы позабирал отсюда океанка знаете я точно не зря сюда возвращался ведь в воде я нашел еще и мпшку что после я йонкну абсолютно все лестницы позабирал ящики и ремонтный верстак и отправился домой почему мне кажется что у них есть турели но мы сейчас узнаем если у них турели или нет меня очень интересовала их территория ведь выглядела она совсем недостроенной и я надеялся что я оттуда смогу что-нибудь забрать бурис рэви бро I found Утащить что-то с их территории у меня не получилось А еще они сели на крышу и начали по мне отстреливать И мне срочно нужно было с этим что-то делать Субтитры сделал DimaTorzok Пушки которые я находил я просто скидывал в воду Так как там их точно бы никто не нашел Ну и конечно же утащить все оттуда было практически невозможно Ведь их было довольно много А потом они и вовсе перестали спускаться И сидели на своей крыше контрили печки В которых плавилось серо И это могло означать только одно Они готовятся рейдить мою кибитку И тогда недолго думая Мы с моим иностранным другом схватили Абсолютно все ценные ресурсы И побежали строить новую кибитку Немного повыше, о которой они бы точно не узнали Мы должны построить новую базу Потому что старая база будет рейдить Окей Давайте сделаем это Г Fact掌 И спустя Нет Один Поехали Нам нужна Сейчас Поехали Поехали Ты а ruh И 화 я распр Shore Потому что у меня LGBT У меня нет Окей Только мне кажется я камня тут нифига не найду. Там, кстати, дом готов был. Ну, ладно. And craft TC. Мы распределили наши обязанности. Пока я фармил камень, мой иностранный друг фармил дерево. В общем, всё мы делали сообща. How many wood do you have? I made the TC. Oh, ok, it's good. 1000, I made the TC. Give me wood, I need build more stuff for this place. Ok, ok, we got two doors, it's good. It's a friendly friendly, don't worry. Привет, он мирный. И пока один бомж заговаривал зубы, второй пришёл и убил нас в спину. Браво! Мой друг тоже мёртв. А немного позже, он и вовсе решил меня покинуть. Yeah, I'm gonna do, I don't have, I need to go. Can you join tomorrow, please? Maybe I will come tomorrow. Because we need to play tomorrow, yeah, yeah, yeah. Yeah, I think I can. I'm not enter the property. После чего я остался один, схватил с собой лестницу и решил попытать удачу. Может быть у меня бы получилось залутать клановые печки. Ау! Сдаваться на этом я не собирался, поэтому пришёл снова. Здорово. Не, сюда онрю, конечно, запрыгивать. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это было забавно. Потом ребята сели на охрану и спускаться с крыши они явно не собирались. Тогда я понял, что здесь ловить мне больше нечего и отправился искать различные приключения. Кстати, тот иностранный парень больше на сервер не заходил. Эх. Ну ща, ща ща будет. Пацаны, какой пароль я вам помогу? Я помогу вам, ребят, какой пароль? Кто-то проник в их дом и начал их убивать. И я решил им помочь. Смотри, а пойдём помочь мне, тут у меня просто друга дикнули. Давай, давай, смотри, а, короче. Это мой, это мой, это мой, это мой. Нас, короче, 8 человек, пойдём. Открывай. Открывай. Мы готовы его убивать. Открывайте двери. Сейчас я его закрыл вообще. Поехали. Подождите, я его вообще закрыл. Бери кирку, я тебе кирку скину, запрыгивай, будешь убивать его. Напрыгиваем на него с копьями и просто рубим его. Вот. Держи копьё, смотри кому-то копьё. Всё, поехали. Рубим его, рубим. Поехали. В этот же момент они дали мне инвайт в пати. И мы всей толпой напрыгнули на того типа, который их дипал. Всё, залетаем. Поехали. 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 Бобжи. Давайте. Бой. Убит. Всё, мы убили его. Всё нормально. Блин, а может телевик мой отдать, пожалуйста? Держи. Благодарен вам. Сам того не понимая, в этот момент я попал в деревню новичков. И они явно были рады новому знакомству, что дали мне даже пароли от какой-то кибитки. А, ты прохали со мной, я тебе хотел показать. Походи к нам в дом. 2005. У нас там музыкальная база, музыкальная. Прикольно. 2005 пароль и прочее. 2005 пароль. Что? Относиме тут. О, походки на спальни. На всякий случай, если тебе там за рейди домик, мы тебе отдаём. Ну, спасибо, но пока у меня есть нормальный домик. Да. И вы просто посмотрите на этих добродушных бомжиков. Нифига себе вы тут фармите. Вырубаем лес, будем строить что-нибудь интересное. Ха-ха-ха. Блин, как мне нравится смотреть, как бомжи фармят. Реально топ. Так я обрёл новые знакомства. Стоял я в доме и заметил, что кто-то убивает жителей деревни. Мне нужно было идти им помогать. О, они фармят. Бежать. А можно? Можно? Да, забирай, забирай, забирай. О, спасибо большое. Ого. Нормально. Так, свинья, я не хочу тебя убивать сразу, тебе говорю, но если ты на меня нападёшь, мне придётся сделать то, что я не хочу делать. Ты поняла намёк? Кто вас убивает? Потому что я двоих только что убил, я не знаю. В бой, чуваки, мы его убьём, мы справимся, в бой. Мужики, щас я ревик достану. Опа, молодец. Скрапа у нас не было, поэтому мне пришлось купить подводный костюм и я собирался отправиться в лабораторию. Но по пути я решил выполнить пару заданий. Так, давай мне сюда свою удочку. Хорош, щас мы тут наловим с тобой рыбки. Зачем мне рыбы, вы можете меня спросить? Я хотел угнать эту подводную лодку, которую кто-то забыл. А для этого мне нужно было топливо. Топливо, чтобы доплыть до лаборатории мне не хватило, поэтому пришлось остановиться и порыбачить ещё. О, окулёнок. То, что надо. Лутался я там очень долго, а ящики спавнились довольно быстро, так как онлайн был 600 человек. И наконец, как я забил свои карманы, я отправился в сторону маяка перерабатывать всё добытое. Полутались немного, пора домой петлять. Я думаю, этого скраба пока что мне хватит. Чтобы базуку изучить, верстак поставить. Я был не единственным человеком, который пытался максимально соевого переработаться. Тут меня уже ждал какой-то берданчик. Хоть я, конечно, неплохо так и испугался, но всё равно с ним справился. В сумме с такого непотного захода я получил больше тысячи скраба. Осталось только найти, куда мне леса поскидывать. Потому что места, очевидно, у меня нет. Также, по приходу домой, мне пришлось немножечко расширить мои владения. Так как места в ящиках просто не было. Пусть думает, что здесь живёт какая-то бомжара. А я сейчас сюда ещё металл дверку воткну. А ещё, наконец-то, в моём доме появились печки. Пойду узнаю, что у этих ребят получается сейчас. Половина из них уже всё ливнула. Возможно, их попереубивали. Шо там, как дела у вас? Здорово, 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 здорово. Дела у нас печально крайние. Компонентов нет? У нас нет компонентов. А какие компоненты нужны? Да, тут периодически ходят ребята, которые в нас стреляют. Типа, в основном это сейчас пружины. Чтобы уже хотя бы крафтить. Пойдём за мной, я могу пару пружин выделить, как бы, на защиту дома вашего. Когда мы бежали в сторону моего домика, мы увидели, что кто-то подсиживает какого-то бомжика. И мы не могли просто пройти мимо. Ой, там бомжа убивают. Надо помочь ему. Да, да, да. А, я сейчас умру. Дал хит, дал хит ему. Его убили, брат. Анима сам 39. Аккуратно. Ези бич. Йо, мэйт. Мэйт, мэйт. Я его убил. Я его убил. Не волнуйся. Я убил туркэмперов. Я, эээээээээ. Так, у меня есть, Phew. Эээээээээ... Также я разлутал ребят, которые сидели у него под домом, и скинул все ему. Ну а ребятам из деревни я все-таки скинул несколько пружин, чтобы они могли скрафтить себе оружие. Держи хоть что-то. Это будет вам на защиту дома пока что. Спасибо тебе большое. Давай, удачи. Ага, давай. После я немножечко пофармил камня, чтобы обустроить мой домик и добавить немного защиты. И поизучал все самое ценное. Ну и вдруг меня зарядят ночью, поэтому делаем так, делаем так, изучаем двушку. А перед тем, как идти спать, я решил снова наведаться к моим любимым соседям и разведать там обстановочку. Ау, в смысле? И турелей у них было довольно много. А по пути к своему дому я заметил, что кто-то пытается убить моего нового иностранного друга. Ну и наконец, я с чистой совестью отправился отдыхать. Зайдя на следующий день, я увидел, что никто меня не зарейдил. Но также я хотел узнать, зарейдили ли мою деревню. Что, у вас никто не бахнул, все нормально? Глядя, на. Лев, на. А зачем у меня есть дома оружие? И на этой территории, в принципе, ничего не изменилось, кроме того, что появились какие-то новые домики. Ах да, один домик ночью у них кто-то зарейдил. И не нужно быть гением, чтобы догадаться, откуда могли прийти клан-геймеры. Да, с той самой металл-базы. Чувак, ты зря нарываешься. Я сейчас пойду домой, оружие возьму, я прийду и заберу твои МПшки. И конечно же, я поступить решил именно так. Сбегал домой, взял берданку и вернулся к этим МПшникам. Мой дом зарейдили. На улице никто из них не бегал. И тогда в моей голове появился план забайтить их. Они выходят, слышишь? Давай принимать их, они выходят на улицу. Сбегал домой, брат. Подожди, там под стенкой труп лежит, его полутать надо. Там калашисты не дают. Давай, 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 давай. Пока я байтил калашиста, чтобы он стрелял в меня, вор пролутывал все, что он видел. И мы наконец-то отправились домой. Поехали отсюда. Бежит за нами, смотря антирад, видишь? Ты давай примем, геймер. Это моя хата, давай закрепим. Вор мне рассказал, как они стабильно приходили и нападали на нашу территорию. А еще эти калашисты были не совсем довольны, то что мы у них забирали оружие. Я понимал, что дело движется к развязке. Скорее всего, они скоро придут рейдить моего соседа. Нам нужно было подготовиться. О, выходит, выходит. Не, ну вор, посмотри, выходит опять. Я его забавил. Они мешали играть нам, а мы в свою очередь мешали играть им. Я стоял на крыше моего соседа, и мы обсуждали план дальнейших действий. Как вдруг я заметил, что к его дому подкрадываются три челика. Понимая, что они, скорее всего, пришли его рейдить, я должен был попытаться сделать хоть что-то. Там война продолжается. Я должен с них выбивать пушки. Алло, ребята, чё вы дома сидите? Нашего соседа рейдят. Надо бежать помогать. Собираемся быстрее. На толку. Задефать ресурсы с этого домика у нас не получилось, так как их пришло рейдить семь человек. Я сражался как мог, но силы были неравны. И тогда я понял, что на борьбу с этими клановыми игроками нам нужно знатно подготовиться. Первоначально я решил разведать обстановочку на их территории, и я увидел то, что у них появилась корова. И нам нужно было придумать план, как её уничтожить. Базука у меня была, а скоростной ракеты нет. А ещё моя армия начала байтить этих типов, чтобы они вышли на улицу, и тогда бы я мог попытаться забрать какие-нибудь пушки. Ой, ха-ха, блин. Но, к сожалению, вышло их довольно много, и они меня как-то быстро зафигачили. Ха-ха-ха. После у меня появились не очень хорошие соседи, которые сидели у меня под домом, и я начал сидеть под домом у них. И вот не знаю, сталкивались ли вы с такой ситуацией, но когда ты приходишь в гости и тебя встречают три типа, в этот момент ты понимаешь, что заглянул сюда зря. Ха-ха-ха-ха-ха-ху-ху! У них второй верстак есть. И мои соседи долго продержаться не смогли, их довольно быстро зарейдили. Пока клан-геймеры рейдили моих соседей, я выработал план, как можно взорвать их корову. Короче, сейчас забустишь меня, я хочу кое-что проверить теорию. Куда бустить? Сюда? Туда можно попасть. Я понял, что проникнуть туда можно, поэтому нашел кукурузки и прибежал туда снова. И что там внутри? Топливо и немного металла, больше ничего. Я вся корову у них разобью. Пойду, поехал! Давай ломай ему на пыль! Пропеллеры ломай! Ломай ему! Ломай его нахуй! Система сработала! Система воздушная! Аааа, я сгорю! Я горю! Живи, блядь, брат! Ха-ха-ха! Я бегал неподалеку от их территории, искал место, где бы я смог что-нибудь сделать, и наткнулся на одну ферму, в которую забегал какой-то бомжик. И знаете, чья это была ферма? Это была ферма тех клан-геймеров, которые рейдили мою деревню. После того, как я его убил несколько раз возле дома, он сел на крышу и сидел там очень долгое время. И приходить сюда было просто бессмысленно. Тогда я схватил немного ресурсов и побежал строиться возле порта и фишинг-вилледжа. Ведь нафармить скраб возле моего дома было практически невозможно. Сейчас посмотрим, что это за домик. Может быть, я там что-то выбурить смогу. Так. Тут, скорее всего, бьют мультишкафы. Я, конечно, хотел ёнькнуть отсюда третий верстак, но тут стояли три мультишкафа, которые мне не давали это сделать. Я пофармил немного бочек и попутно увидел то, что какая-то бомжара убила другую бомжару. Я должен был туда вмешаться. Чилл, бро. Чилл. Наконец, я добрался до переработчика и переработал абсолютно все мои компоненты. А по приходу домой, я схватил бензопилу и решил самую малость пофармить дерево, так как у меня стояла всего лишь заготовка под мой бункер. И, наконец-то, я полностью заапгрейдил мой топовый бункер. Ну, все, домик выглядит вроде как нормас пока что. О, нифига, куда вы пришли? Что, у вас рейдить собираются скоро? Заходите тут, иногда враги ходят. А я пока решил тут немного пожить, потому что там вообще невозможно. Короче, у меня есть один хороший план. Вот, его надо будет реализовать. Мы будем скоро рыбачить и вытаскивать 1 миллион скраба чисто с рыбалки. Я знаю одну уникальную конструкцию дома. Для того, чтобы отстроить рыбацкую ферму, мне нужно было как минимум изучить вот эту гениальную штучку. И мне повезло, скраба мне хватало. Короче, план такой. Сейчас я буду рыболовню строить чисто. Завод по производству скраба. Наконец-то мы добежали до моря, и я начал отстраивать свою гениальную задумку. Смотри, еще можешь вот сюда сесть. Вот справа как раз. И затестить эту разработку шедевральную. Все, закидывай. Это мы, типа, будем так рыбачить? Да. Ну, типа... А у меня, кстати, мясо нет. Есть у кого-то кукуруза? Нет? А, нет, есть, все нормально. Ладно, смотри. А у вас... Сейчас я поймаю. Смотрите, видали, типа, никуда не уводит рыбу. Нет, это херинг. Короче, когда она начинает скрипеть, типа, не надо давить на эс. Все, надо рыбачить. Надо делать скраб, а не вот эти вот пастрюшки. Все, поехали, пацаны. Да ловись, рыбка большая, прибольшая. Ребята, малая форель. Это плохо или хорошо? Малая форель, это что? Пока оставляй, пока оставляй. Акулы, короче, ценятся. Вот акулы, там, желтые рыбы. Тупо... Э, ты куда на мою полосу заплыл? Лой! Тупо раз, на котором я мечтал. Не все рыбаки были стойкими. Один из нас даже просто взял и ливнул. Эй, тупо уснул, бедолага. Буквально за 20 минут фарма рыбы мы наловили где-то 800 скраба. И это было довольно выгодно. Чувак, ну слушай, не обманули, реально. Еще смотри, что выпало. Еще смотри, что выпало. 800 скраба, чуваки, мы наловили 800 скраба. Я предлагаю продолжать рыбу, а ведь смотри, как у нас получается классно. Не согласен, абсолютно. Вы можете меня спросить, почему ему не понравилась рыбалка? А все просто, за все время он не поймал ни одной рыбки. Я ебал в рот, это море. У меня 7 лососей, 4 акулы. А если бы я не был таким конченным, у меня было бы так же. Только мы собрались пойти лутать лабораторию, нас перехватили какие-то три челика, которые жили на нашем острове. Хоть они забрали у меня несколько пушек, но я сдаваться не собирался и приходил к ним снова. Мы с этими пацанами воевали очень долго. То я их убивал, то они меня убивали. И наконец-то это надоело всем, и сами соседи решили со мной переговорить. Мы договорились с этими ребятами, перестали друг другу мешать, и я побежал фармить ресурсы и по пути встретил бомжика, который фармил дерево. У меня для него была специальная работа. Ко мне подбежал тот самый бомжик, с которым я трейдился и попросил небольшую помощь в виде арбалета. Я ему его скинул, и такого я точно не ожидал. Он меня пытался убить в спину. Наконец-то я разобрался со всеми своими делишками и мог уже отправляться лутать в лабораторию, ведь скрапа мне нужно было очень много. Лежать! Понятно, это боты. Как только я вдоволь нафармил компонентов, я отправился домой, ведь мне нужно было изучить еще очень много всего. Изи просто, скоростная ракета изучена. Я теперь могу просто грязную грязь сделать на сервере. И этой же ночью, пока корейцы сладко спали, я хотел взорвать у них ферму, ведь судя по звукам, там всего было пару дверей. Для этого я скрафтил немного сачелек и уже был полностью готов забирать их территорию. очень надеюсь, что мне повезет. шкаф открыт! шкаф-то открыт! Ух, хорошо! Ха-ха-ха-ха! Ай, блин! А шкаф-то открыт! Теперь у меня есть ферма. Я доволен. И этого я точно не ожидал. Прошлый хозяин этого дома проснулся и начал в меня стрелять. Понял, план отмена. И когда я понял, что эти ребята все-таки в онлайне, мне пришлось как минимум быстренько застраиваться, чтобы они не взорвали меня в ответ. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это я бахнул у них ферму Они явно чем-то недовольны сейчас Я отнес все основные ресурсы домой и вернулся туда снова, ведь отпускать эту ферму было довольно глупо Ох, нифига Он меня обоссал, конечно Рубкемпердок, госак майкок Тупо обожают рейдить фермы Из-за этого так жопа у них горит знатно После я начал как можно быстрее застраивать стенками вход, чтобы они меня не пробахали И они пытались мне мешать, но у них ничего не получалось Чувак тупо не успевает за мной Все как надо Я сейчас все входа у них за руином Нафиг О, там насосы я видел Ну и конечно, как же мы можем обойтись без долбежки потолка Вот это я понимаю контент Вот такое мне нравится Я конечно пытался их запугать всеми методами Но, когда я открыл дверь, я увидел такую картину Он стоит с базукой И это означало только одно Рейд Он с базукой Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю как, но я его просто не видел Я уже думал, что у меня все потеряно Заспавнился на спальнике и решил попадать в удачу Я честно не знаю, почему он по мне не стрелял Скорее всего, он подумал, что на ферме заспавнился свой У меня появился топ-сет Но меня самую малость смущала вот эта дырочка Которую нужно было срочно застроить Я застроился А где пушки? МП-шка ЛР-ка Там калаш должен быть Братуха, где твой калаш? Где его калаш? Найс! Надо сваливать отсюда с этим калашом, потому что смысла нету его отдавать И в один момент они позвонили своим друзьям и их стало действительно много И все они пытались меня убить И я реально не понимал, почему они меня так фейтят Ведь я всего лишь поселился на их ферме Я должен тот калаш забирать Тупо обязан Два калаша он вынес Что? И сейчас 4х! Что нафиг? Я не знаю, мне сейчас смешно или больно за них Вот понять не могу Немного позже я познакомился с иностранцем Который тоже был очень недоволен этими ребятами И он пытался мне помочь всеми силами I kill him! I kill him! If you kill him down I will bring the staff to you No, run, run, run! One more Bro, you need me to bring you heal You have a heal? You have a syringe No, 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 I'm gonna go to my base and bring you syringe Oh, yeah, it's good, it's good I need, I need Селики тупо не успевают А кто бы успел нафиг? Самая быстрая рука на Диком Западе на этом сервере Этой ночью мне приходилось мстить за все заряженные домики в моей деревне Oh, my God, man Shit! Your friend died It's not me, it's not me, man It's not me, I told you, I'm friendly, I'm friendly, bro It's me, bro Come inside, bro Okay, it's you? Nice I can give you an invite to the group, bro Two guys, roof, 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 two guys, roof Careful I know, I know, I cannot get to the roof, that's the problem С ними я воевал где-то полтора часа реального времени И когда я нашел окно, чтобы можно было убежать Я просто схватил все основные ресурсы и удрал Я просто петляю с этими калашами отсюда Просто огромное спасибо этому типу, который мне помог Ха-ха-ха-ха Иностранец тупо красавчик Просто герой Тупо герой Он принес мне шприцы Скину все, что я там навыбивал Я вернулся на эту ферму Ведь хотел посмотреть, что находится на втором этаже I'm back Эй My little dogs, I'm back Я честно не знаю, зачем им столько патронов в ферме Но спасибо им огромное, так как патронов у меня реально не было Еще две с половиной тысячи говна Офигеть там патронов было О, I'm dead I'm dead, please Стоп it Эй Эй, бич Look at me You f***ed me the counter Топ Go look at me I'm the top Эй Воевать с ними уже было довольно скучно Потому что они спускаться с крыши так и не собирались Поэтому весь оставшийся лут на этой ферме я разделил с моими новыми друзьями If you need guns, you can take it because I have guns Take, take, take the stuff from the walls Take their heaters and battery You think? I think Oh, yeah, it's good idea Yeah I'm just destroy all this stuff Bro, this is my base Okay We need help Do you know how? We need to read the big base Yeah, I need to, bro And we can try But not today I think tomorrow Okay, mate See you, thank you Yeah, I think you need this Take this, bro Thank you You are the best Thanks for help I think see you tomorrow, bro You're welcome See you tomorrow Офигеть, ребята крутые попались Они меня просто спасли Просто мне помогли и все Я в шоке Наконец, по приходу домой Я все застроил, все закрыл И отправился отдыхать Ведь завтра нас ждал Очень тяжелый день Новый день начался с того Что они предложили мне Возглавить их деревню Так, давай Так, давай Пожалуйста И отказаться от такого предложения Я не мог Я обязан был им помочь Вынести эту клонину О, работа идет полным ходом Я посмотрю, да? У меня есть к вам Отличное предложение Я уверен, вам оно Очень сильно понравится Вот, смотри Знаешь, что это? Это какашечная ферма Вот, это наш какиш Мы можем обмазываться теперь? Пошли рыбу Пошли рыбу половим Нам нужны сейчас две лестницы Топка и немного ткани Пойдем коровы у них Уничтожим еще одну У них корова есть Корова? Как вчера мы это делали, да? У них появилась еще одна корова И оставлять ее безнаказанно Я не собирался Поехали, чуваки Я взрываю корову, чуваки Нормально все Не кипишуйте Ой, хорошо Ой-ой Они на крышу вылезли Ой, они идут Бедная муха Они идут Кажется, они чем-то недовольны Я, конечно, пытался максимально спрятаться Но они все равно меня нашли О май гот, guys Where is your scraphelly? Scraphelly is dead, guys И знаете, судя по тому, что они искали Как я туда попадаю Им явно не нравилось Потому что я уничтожаю у них постоянно коровы Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Where is your scraphelly, брат? Easy clap, easy clap Oh, my God What is this? Oh, sh**, man Оу, найс! Ха, они тупо не могут понять, как я туда пробираюсь. Ха-ха-ха! Отстроим нашу вот эту деревню кибитку, чтобы тебе далеко не ходить. Дерево и камень нужен. Мы стояли, фармили дерево, никому не мешали, и на нас начали нападать снова те клангеймеры. У них явно был какой-то план. Доси, доси, я валяюсь, поднимай. Давай, давай, я сейчас с оружием прибью. И так как в основном в моей деревне были новички, у них просто не было оружия, и отбиваться приходилось мне одному. Готовьтесь к мясу, ребят. Сейчас будем принимать, пацанал. У меня есть работа для тебя, вот это вот надо вырубить. Крафте мачете, это надо вырубить. Что, вот это? Да. Понимая, что скорее всего нас придут рейдить, мне нужно было как можно быстрее сделать грамотную отстрелочную, иначе наша деревня пала бы за считанные секунды. Хотя не, оставь так как есть, нормально, не надо ничего вырубать. В принципе удобно. Все, наконец-то я крафшу скоростные ракеты. Скоро будет жесткий байт. Чтобы начать байтить клан, нас ждала еще колоссальнейшая работа. Для начала мне нужно было купить компьютер-стейшн, провести камеры, и мы бы уже знали, с какой стороны они точно придут. Крафт-стейшн, провести камеры, все, отлично, все готово, в принципе. К байту готовы. Все, идем домой. Шикарно. Шикарно. Ой, блин, зато мы теперь видим, кто у нас под хатой сидят. Координаты. Он умер. Лутайте его. Убил? Да. Я выйду, я выйду. Лутайте. О, они верт сбивают. Надо на верт идти мясом, просто идем мясом и пытаемся забрать верт. Не стреляйтесь, пока рано. Пока верт не потух, рано стреляться. Один чел справа. Убил за тебя, был чел. Ребята, я уважаю, я с пуликом. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, уйди назад. Тебя там убьют, дурак. Тебя убьют. У пулика. Давай. Он убежал, он убежал, он убежал, он запаниковал. Ласт остался, крейп. Он засейвил домой, он засейвил домой. Последний ящик. К счастью, этот вертолет нам удалось полностью засейвить. Уходим, уходим домой, уходим домой. Мы забрали верт. Короче, дерево, дерево и камень нужен. Что надо, что надо делать? Дерево и камень, мы вышку строим. Я сажусь туда с пуликом, и мы байтим, короче. И мы байтим пацанов, и мы их просто тупо сбриваем. Чем быстрее мы сейчас наформим дерево и камень, тем быстрее мы сделаем грязь. Мы отстроили вышку и были полностью готовы байтить этих пациков. А для байта у нас были скоростные ракеты. Короче, рассказываю. Сейчас два типа становятся на улице с базуками и стреляют скоростными ракетами по стенкам. Вы становитесь вниз и стреляете по стенкам, просто базукой. И когда они приходят, даже если вы умираете, не кипишуйте. Все нормально, то есть. Мы просто поближе их подпустим и убьем потом с пулика. Остальные просто сидят пока что. Сидят, вообще ничего не говорят вам в Дискорде. Сидите и даже не стреляйте. Я напишу, когда нужно будет выходить и зажимать по ним. Только вам надо по-разному... Ну, в разные дома, короче, заскочить, чтобы мы не с одного дома выходили. Сейчас я должен только одну важную вещь сделать. Но для начала, перед байтом, нам нужно было как минимум разбудить этих клан геймеров. После мы начали действовать по моему проработанному плану. Стреляли по стенке и ждали, когда же кто-нибудь к нам придет. Но они так и не пришли. И тогда у нас оставался последний рубеж. Нам нужно было фармить на рейд их базы. Эти типы просто даже не собираются никуда идти. Я предлагаю, знаете что, нам нужно серу нафармить. Вот серу нафармим, можно сделать прикол. Сейчас я возле вас кибитку небольшую отстрою. Мне пришлось снова самую малость пофармить, чтобы отстроить кибитку и охранять их здания. И как вы думаете, что я буду строить? Правильно, тот самый легендарный дом. И пожалуй, настало время раскрыть вам тайну, как он строится. Все довольно просто. Вам нужно просто найти интересную местность, на которую вы сможете поставить высокий фундамент. Не улучшая крыши, вы ставите ящики, шкаф. И все это спокойно закрывается. И самое главное, просто ничего не ставьте над крышей. Иначе ваш бункер никогда не откроется. И стоит такое чудо буквально стоим в ВК. Алло, и здравствуйте. Как у вас дела? Я смотрю, нас никто и не зарейдил. Все вот. Ого. Тут еще надо будет лошадей давно покупать. Еще тут по всем краям можно установить. В этот день я хотел как минимум зарейдить эту территорию. Но как ее рейдить, я даже и не представлял, так как турелей там было реально много. Но все решалось всего лишь каким-то жалким фармом. И наконец-то я дошел до переработчика и переработал все, что у меня было. Так как нам нужно было поставить третий верстак и изучить ракеты. Наконец-то третий верстак сейчас воткну и можно уже крафтить ракеты. Боже мой. Мои соседи постоянно летали в сторону аутпоста, и я решил попробовать его подловить и убить его возле дома. Так, пока тут все плавится, надо пойти кибитку построить. Потому что они скорее всего в онлайне. Там будет очень жестко. Очень жестко будет. В принципе, вид шикарный отсюда. Сюда ящик поставить, можно вообще фигачить отсюда на раз-два. Собираемся, мы сейчас пойдем у них турели пока что взрывать. Потому что пока мы турели не взорвем, мы не подойдем к ним. Сейчас мы с турелей позабираем оружие, ничего страшного. Надеюсь. Я накрафтил самую малость скоростных ракет, и первым делом нам нужно было уничтожить их турели, так как через них пройти бы мы точно не смогли. Блин, чисто бомжары идут рейдить клановую базу. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, блин. Мне кажется, последняя турель, которая нам мешает. Остальные уже все нормально. Да-да-да. Кто-то проверит жопой. Проверит. Ого! Стреляют, вправо стреляют. Справо стреляют. Понятно. Ничего страшного пока что. Дайте отхил, дайте хилку, у меня бетон попал. Тут сера в печках, чуваки. Ого, все, лутаем, лутаем. Лутай, чемпанас. Куда ты идешь? Тебя сейчас убьют. Чуваки, надо относить, у меня уже тут дофигища всего. Мы отнесли ресурсы, которые мы йонькнули, схватили с собой ракеты и пришли рейдить их основную базу. Кто с пуликом умеет стрелять? Пулик 8х. Вот садишься сюда, короче, смотри, и контришь вход просто с пуликом. Да-да, хорошо, я понял. Я скинул тебе. Я скинул, там 8х есть, хватай. Короче, на одному базука и 3 ракеты. Хватай. Второму базуку и 3 ракеты, хватай. Второй бери. И третьему базуку и 3 ракеты. Стреляем по моей команде, если что. Я буду говорить, куда, и вы стреляете куда. Окей. Все, контрите вход, поехали, рейди. Аккуратно, Дим, там... Куда побил? Повесил нормально. Не, пока стой, пока ты не стреляй, один стрельнет с базуки. Один с базуки в гараж. Хорошо, я понял. Я стрельну, я стрельну, я стреляю. Давай, давай, давай. Стой. Ну, это было зря, ну ладно. Ничего страшного. Проходите. Тут турель. Короче, смотрите. Ребята, послушайте, пожалуйста, разойдитесь, базу, разойдитесь. По очереди, стой, не стреляй. По очереди бахаем. Я стреляю, потом вы. Меняемся по очереди. Стреляй. Закончились, Дим. Там ящики сверху. Окей. Бахаем дальше. О, тут дверь. Тут дверь, чуваки. Стой, сачель, кину и бахнем. О, это квадрат мой. Это квадрат мой. Сверху турель, сверху турель. Есть ракеты? Вынес, вынес, вынес. Гаражки. Я бахаю. Аккуратно. Аккуратно. Сверху, сверху, сверху турель. На. На. Тут турель. Внутри турель. Аккуратно. Ребята, ты кого еще? Мы шкаф нашли. Дай тихила, дай тихила, ребят. Минус турель. Минус турель. Все. О! Ха, смотри, сколько трупов. Сейчас скрафчу ракеты и добахаем их. Все, готовы? Три, два, один. Хорош. Тут ящики. Все, взорвали. Оружие, тут ганны. О, тут оружие, не переоружие. Да, видел. Видим правый, не видим. Ой, блин. Я застрял. Ой, блин. Пойдем. А ты говоришь, не выберемся. Слева кто-то. Не, ну слушайте, получается мы как бы победили, да? Все, махить. Победа. Победа. Смотри, 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 какая ступень у тебя специально. Вау, топ. Как вы смотрите насчет того, чтобы ракеты? Вы можете нарисовать сами что-нибудь. И вон те еще, смотри. Все, ребята, это победный салют, как говорится. Попробуй постучить. Ха-ха-ха. Вау. Это тупо лучший салют на самом деле. Лучший салют здесь в жизни моей. Все, пацаны, короче. Смотрите, что. Теперь у вас тоже есть пулемет. На, хватай. Деревня Нубов, которая победила клан, да? Да. Злые бомжи. Что, как вам вайп? Дося, Тяночка. Мне понравилось. Впервые. Мне понравилось. Татья оружие у нас. Ну, теперь, видите, у вас был первый пулемет, наверное. Я не знаю. Раз у вас по 100 часов, я думаю, это первый пулей. Первый калашник. Первый калаш. Первый калаш. Кстати, для агента это вообще первый вайп в своей жизни вообще. Короче, у меня есть идея. Нам надо сфоткаться на память. Последнюю фотку сделать. Да, снимите. Маски снимите, маски снимите. Во, а броню можете оставить. Маски только снимите. Теперь орите все в микрофон, просто орите. Вау, вау. Фоточка, смотри. После чего мы с ними сделали свою собственную галерею, в которой были абсолютно все моменты с этого вайпа. Ну, а вообще, я еще хотел сделать последнюю фотку. Если вы понимаете, о чем я. Ребят, встаньте в галерею, я вас фоткаю всех. Я этот, повароид скрафтил. Прям, ну, где у нас картины стоят, прям туда заходите. Вон туда, смотрите. И все вот это эмоции лайком прожимаете. Нет, нельзя. Все готово, ребят? Тифф! И, пожалуй, на этом история этой деревни подошла к концу. Надеюсь, она вам понравилась и вы получили от нее положительные эмоции. Ведь монтировать этот ролик и снимать я нереально устал. И рассчитываю на вашу поддержку. Было бы клево, если бы мы с вами набрали здесь 70 тысяч лайков. И обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это действительно важно, ведь я стараюсь только для вас. Обязательно заглядывайте в мой инстаграм, ссылочку я оставлю в описании. А также в моем ВК. Всем пока!